МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Этим вечером пятницу в эфир выходит программа сканер с хроникой городских происшествий. В студии Максим Ивановский. И сегодня вы увидите... Что не день, то с огоньком. Пожар в центре города устроили рабочие, которые разогрели битум. Один погиб, двое в тяжелом состоянии. Водитель Марка не справился с управлением на улице Октябрьской. Нарушил правила. Машина без страховки. И шофер пьяный. Все, что нельзя, сошлось в одном ДТП. И вновь пожарные машины в центре города. Огонь полыхает на крыше, пепел летит по всей округе. Прибыли к месту пожара по адресу улицы Волошина, 4, магазин «Меркурий». По повышенному номеру вызова номер 2. Значит, по прибытию, по внешним признакам было установлено, что идет дым из чердачного помещения магазина. Проведено боевое развертывание. Через две минуты после прибытия пожарных подразделений... С пожаром справились в считанные минуты. На месте отработали 23 человека и 7 единиц техники. Предварительная версия возгорания – битум. Строители грели его прямо на крыше здания. Материал воспламенился, и огонь перекинулся на деревянные конструкции кровли. Сейчас по факту пожара проводится проверка. По ее результатам определят точную причину и виновных. Winter is coming. Или, как говорится, зима близко. На Преамурье надвигается мощный циклон. Гололед, снежные заносы. Возникновение аварийных ситуаций. Вот чтобы во всем этом не поучаствовать, МЧС предупреждает о внимательности. И просит соблюдать правила безопасности. Проведен весь необходимый комплекс превентивных мероприятий. Оповещение глав муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб, служб экстренного реагирования и руководителей организации предприятий. Также проводится оповещение водительского состава дальнобойщиков в сети радиосвязи. В случае возникновения внештатных аварийных ситуаций, не забываем звонить по единому телефону вызова дежурных служб 112-101. К внимательности и аккуратности призывают и автоинспекторы. Причем не только в условиях ухудшения погоды, но и в обычные дни. К чему приводит небрежность на дорогах, расскажем в нашей хронике происшествий. Начнем со смертельного ДТП. В нем погиб водитель Тойоты. Двоих пассажиров иномарки увезли в больницу. Авария случилась в районе 183-го дома по улице Октябрьской. Как гласит сухая сводка ГИБДД, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. А теперь отойдем от сводки. Марк летел со стороны 50 лет октября. И каким-то образом рулевой задел колесом бордюр. Машину начала кидать по дороге. Швыряло до тех пор, пока она не врезалась в фонарь, отчего тут рухнул. А потом Марк ударился в дерево. 18-летний водитель погиб на месте. Два пассажира, парни по 20 лет каждому, доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Два человека пострадали и в этом ДТП. Оба водителя, участники происшествия, получили травмы. Они столкнулись на пересечении улиц Мухина-Зейская. Рулевой «Инспай» разворачивал налево, а шофер «Камри» шел ему навстречу в прямом направлении. Кто из автомобилистов поспешил, будут устанавливать специалисты. Так как каждый из водителей настаивает на своей правоте. Рулевой «Хонда» говорит, что он завершал маневр на желтый сигнал. А шофер «Тойота» уверяет, что нет. Светофор ему уверенно светил зеленым. Тройное ДТП. Водитель микроавтобуса собрал в кучу две машины. А причиной сбора стала его невнимательность при выезде с прилегающей территории. Хотя нет. Причиной всего стал алкоголь, который употребил шофер Ноаха перед тем, как сесть за руль. Он, выехав со двора 97-го дома по улице Амурской, преградил путь Алиону. А после удара с легковушкой микроавтобус откинуло на другой микрик. Воксе находился в парковочном режиме у обочины. На месте работала бригада врачей. Помощь оказывали всем водителям. Но ехать в лечебные учреждения мужчины вроде как отказались. По сравнению с предыдущими авариями, это почти незначительное. Подумаешь, у одного фара отвалилась, а у второго обшивка разорвалась. Автомобилисты «Комфорта» и «АД» не разъехались на улице Театральной в районе Цеса. Шли параллельно, но тут водителю Ниссана вздумалось перестроиться из ряда в ряд. Но метание из левой полосы в правую завершилось столкновением. Ехали и приехали. Это случилось в 55-м дворе по улице Ленина. Шофер Ноаха двигался в прямом направлении, а водитель Демио ехал назад. Но двигаясь на задней передаче, рулевой в определенный момент не глянул в зеркало заднего вида и встал на пути у микроавтобуса. Мерзкие царапины стали итогом ДТП. Один притормозил, второй не успел. Авария из-за несоблюдения дистанции безопасности произошла на улице Мухина на ЖД-переезде. Рулевой АД хотел пролететь переезд с ветерком, а впереди идущий автомобиль Аксио его желание не разделил. Шофер Тойоты, проезжая рельсы Шпалы, начал сбрасывать скорость. Соответственно, рулевой Ниссана, не думающий о торможении, остановиться не успел. Ровно через неделю, 18 ноября, амурские полицейские примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям. Можно будет позвонить на телефон горячей линии, либо записаться на личный прием. Консультации проведут сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Ну что ж, впереди выходные, поэтому по традиции в пятницу всем пожелаю отличного отдыха, набраться сил и, конечно же, беречь себя. Ну а если вы станете свидетелем каких-либо происшествий, не забудьте вызвать сканер. Наш телефон работает и по выходным, также 50 12 12. На сегодня это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. До понедельника! Сканер Альфа ТВ РУ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова